Бал называется Зимний дворец. В этом году он назывался Русский пасхальный бал, потому что только что закончилась первая пасхальная неделя после Христовой Пасхи, и в связи с этим он был так назван. Я могу даже показать плакат, который многие зрители, наверное, видели. Как видите, здесь яйцов и бирже. И, в общем, бал был благотворительный, средства собранные будут перечислены в фонд лагеря Рускока, который существует в Мускоке, и по, так сказать, звучащему названию назвали Рускока. Бал проводился уже десятый раз подряд, и на балу присутствовало около 500 человек. Представители дипломатических кругов, разных слоев русской эмиграции, исторические, приехавшие в Торонто, молодежь, бизнес-представители и так далее. Нам приятно объявить о том, что и наша компания с вами участвовала как медиаспонсор в этом, а Маша не просто участвовала от компании, но и входила в оргкомитет. Сегодня у нас 9 апреля, и сегодня русский бал, традиционный русский бал, который проходит много-много лет. Здесь собралась вся русская публика. Это самое знаменательное событие года. Приглашаем вас на русский бал. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас здесь видеть. Очень, да. Я думаю, что это очень будет хороший вечер. Это очень важное событие сегодня вечером. Как вам кажется, за эти, может быть, 20, последние 30 лет событие все-таки немножко изменилось? Я думаю, что это все разбивается, и больше и больше людей, больше интереса. Я думаю, тоже все эти, как сказать, послы парламента тоже думают, что это очень важно здесь быть и познакомиться с русским обществом здесь, в Канаде. И вы знаете, я заметил такую тенденцию, что старая эмиграция и новая эмиграция, вот мы новая эмиграция, мы 10 лет назад приехали. Я здесь родилась. Я знаю, я знаю. Ну, и у меня удивительно, что вы так хорошо говорите по-русски. Не знаю, что так хорошо, но все-таки стараемся. Это очень важно содержать язык собственный, потому что язык – это ключ к культуре, как сказать. Наталья Горелик, Светлана Кирнасова, Татьяна Белоконе. Мы сегодня празднуем замечательное событие. Мы просто празднуем день Пасхи. Но это событие приурочено, что мы собираем деньги для Роскока лагеря. Отлично. Ну, как бы Наталья все сказала. То есть благотворительная акция. Да, благотворительная акция. Я участвую в этой акции. Я преподнесла как бы два больших подарка. Вау. Рыбут на аукционе. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы первый раз здесь? Нет, это мой второй год, когда я присутствую. Первый. Я первый раз. Я первый раз. Я вам завидую. Вы заметили, что есть люди старой эмиграции? Да. И достаточно много таких, как я. Я новая. А, новенькая, так? Тоже новенькая. Три года. Три года. Я тоже три года. Восемь лет уже. Восемь. Мы с вами ровесники. Да, мы уже практически старые. Мы, да, мы уже опытные. Девушки, желаю вам хорошо отдохнуть. И что вы хотите пожелать нашим телезрителям, нашим суровым эмигрантам, которые здесь выживают, несмотря ни на что, еще и побеждают и делают такие баллы? Терпение, здоровье, бороться, не сдаваться. Мы не для этого сюда приехали, чтобы сдаваться. И также присоединяйтесь в следующем году к нам. Отлично. Держаться вместе. Мы всегда рады. С новым людям. Вот. И всего самого-самого хорошего. А мне кажется, нужно наслаждаться жизнью. Тогда все просто проходит без проблем. Праздник действительно замечательный. Я просто удивлен, насколько сегодня много людей и вообще публика чуть-чуть изменилась все-таки. Вы заметили? Я, честно говоря, пока не заметила, я только что пришла. Но всегда бывает много народа. Потому что это не просто бал, это благотворительные мероприятия. Это деньги идут в пользу. Как люди реагируют хорошо? Конечно, конечно. В поддержку. Конечно. Это очень важно. Жалко, что один раз в год такой бал бывает. Ну, один раз в год бывает осенний бал. Это я, да, да. Мы тоже там бываем. Так что можно два раза в году побывать на балу. Спасибо. Приглашаем вас на русский бал в следующем году. И в лагерь Русскока, пожалуйста. В этом году, как мне сказал сейчас Алекс, будут дети из России, как и в прошлом году. Это очень здорово. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Замечательно, красиво, изысканно, высокий класс. А я могу это оценить, потому что каждый год, выезжая в Москву и гуляя по коридорам замечательных залов и балов, я могу сказать, что это замечательно. Это просто роскошно. Я никогда сюда не ходила. Меня пригласили. Сегодня на аукционе моя книга. Я очень рада. Отлично. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Я говорю по-русски. Не хорошо, но я знаю. Я была на русской школе тоже. Да? А как вы связаны с этим баллом? Вы по происхождению русский человек или вы любите русскую культуру? Я люблю русскую культуру и я русский человек. Ой, спасибо. И здесь. Эта пыльна не спросил, как они будут в своем. И на руках насилию, но на полную силу осужен не давали я пыльна. Охот разрывил тебя и ждал. Субтитры создавал DimaTorzok И на руках насилию, но на руках насилию, но на руках насилию. Очень приятно сегодня присутствовать на таком замечательном событии, как отмечание православного праздника, Пасхи. Как вы думаете, балл такого рода, это только для взрослого поколения? Или молодежь тоже здесь найдет свое место? Как вы думаете? Я думаю, что такие мероприятия надо популяризировать. И я считаю, что на данный момент молодежь просто не знает о проведении таких мероприятий. И если бы об этом больше говорилось, об этом больше рассказывали, молодежь бы поняла, насколько это важно, насколько это хорошо и замечательно. И насколько это отличается от того, к чему, скажем, эта молодежь привыкла, насколько это по-другому, душевное состояние, насколько отличается, то я несомненно уверена, что да, молодежь бы заинтересовалась. Субтитры создавал DimaTorzok Эту выставку представила из своих личных коллекций Ольга Бронникова. Гости бала проявили живой интерес к русской культуре и истории. Интересно смотреть на человека, который музейные вещи собирает дома. Так вот, чтобы... Ну, это какой-то профессиональный такой бизик. Точно. Это профессиональный, точно. Человек, оторванный от российских музеев, он дома делает музей. Да, мне хотелось показать тоже всем. У нас такая в музейщиков своя этика. Вот когда я в музее работала, у меня личных коллекций не было. Как-то это было не принято там собирать. А вот уже здесь оказалось, здесь такой антикварный рынок хороший. То я иду и думаю, как же, ведь это где-то не должно быть в музее. А серебряные чарки сегодня можно было не только посмотреть, но и отведать из них настоящие водочки по старинному русскому обряду. Под величальную песню «Кому чару пить». Песня «Кому чару» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, что вы нас поддерживаете так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон